Здарова, уважаемые любители автоспорта! На днях случился праздник у всех любителей ралли, а именно ралли легенд, так сказать, Дакар. Вышла игрушка Дакар 18. И мне стало очень интересно, конечно же, я не смог её пропустить, учитывая, что когда-то мы были на мероприятии Митсубиси, и нас ветерком прокатил двукратный чемпион Дакара Хироши Масуока. Дакар 18. Приятной цене Дакар 18. Плюс на сайте Bookashop есть много чего интересного по игрушкам. Ребята, здесь выходят новинки, можете делать предзаказы, Virali 4, Tomb Raider и так далее, и так далее. Короче, ссылку на магазин я оставлю в описании, кому интересно заходить, я думаю, что вы будете довольны. Ну а мы, ребяточки, начнём с прохождения карьеры. Так вот, для начала ещё немножко не очень хорошая новость, потому что в руках я держу геймпад, как вы понимаете. Игра не поддерживает рули. Меня это, если честно, очень удивило и даже обескуражило, как это так, игрушка про автоспорт имеет поддержку рулей. Потому что если есть в... простите, настройке, то в контролсах есть две вкладки под геймпад, под рулей. Если руль включить, то нихера не биндится. И плюс по меню какой-то трэш начинается, ну, знаете, как будто оси от руля цепляются и начинают работать по рулю. Короче, я был очень, ребят, неприятно удивлён. Форс фидбэк настройки есть. При этом настройки форс фидбэк есть, но мой руль почему-то не заработал. Короче, позанимался я тут любовью с настройками, ни хера не работает мой руль, по крайней мере. Будет время, я потом попробую ещё, может, симулировать его под Logitech. При этом, знаете чё, в настройках, ещё раз покажу, управление, в самом низу есть настройки форс фидбэка. Вообще дичь. Короче, может выйдет какой-то патч, и как-то это дело всё пофиксит. Видите, форс фидбэк, включён, выключен. Стрэндж форс фидбэк, ладно. Сегодня на геймпаде, первый ролик, ребят, и начинаем нашу адвентюр, путешествие. На самом деле, эта игра, знаешь, почувствует себя тупым, потому что я пока прошёл этот пролог, я чуть не охерел, ни черта не понятно. И Дакар, это, блин, чё-то не так-то уж и просто. Значит, кар, байк, трак. Воу, прикольно. КамАЗ, даже говорили, что не будет тут КамАЗов, а вон что-то есть. Баги, квадрики. Ну, я, наверное, предпочту стачек просто. О, Пежо, слушай, вот это мне прям уже нравится, потому что мне... Пежо, это, кстати, хоть и все хейтят, но в Дакаре, между прочим, это многократный победитель. И вообще в раллийных гонках мини-Тойота, Реноха, Митсубиси, Паджеро. Слушайте, вот тут прям я даже не знаю, чё мне больше... Ну, я поеду за Пежо, пожалуй, ребят. Команда Пежо, кто там у нас? Короче, я всех не знаю этих гонщиков, честно говоря. Я знаю, это же Себастьян Лёб должен быть. Воу, 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 наверное, вот. Коль я его знаю, за него и поеду. Прекрасно. Так, континчо, attention. Я нихера не понимаю, чего оно хочет от меня. Короче, значит, руки, типа, лёгенько, компетитер и легенда. Никакой легенды, потому что я в Дакаре вообще нихера не шарю. В принципе, это, наверное, на моей памяти первая игрушка про Дакар, поэтому именно фанаты всего этого автоспорта, наверное, даже ликуют. Но мы поедем для начала, наверное. Значит, на стандартной сложности. Нет компаса. О, блин, я даже не знаю. Нет, о, нахер. Стандартная чё, защита от повреждений. Стандартный счёт по ремонту. Стандартный NPC какой-то. А в лёгком чё, изи, лёгкая сложность. Ну, лёгкая сложность-то такое, но, скорее всего, что мне начинать бы именно с неё. Ну, короче. If you are new to Dakar 18, типа, мы рекомендуем начать карьеру с руки. Я новичок. Ладно. Олюш, тренинг не надо. Тренинг мы уже проходили. Короче, ребят. В любом случае, это у нас пробное видео. Никогда ничего подобного не снимал. Да, в ралли я там херачил. Довольно-таки прикольно. Но тут надо попробовать. Трансмиссию выберу. Симуляция. Симуляция, наверное. Резина. Софт, хард. Нужно резину ещё выбирать. Пусть будет софт. Я хз, как она тут будет изнашиваться. Значит, roadbook. Фу. Пусть будет фу. Дорожная книга, типа. Так, vehicle control. Фирм, медиум. Всё хрен тебя знает. Какие-то настройки тут. Анти-ролл бар. Если бы я это всё понимал, было бы вообще прекрасно. Значит так. Первый заезд типа кольцевой, по пустыне. Я так понимаю. Какие-то графики. Чё это всё значит? Stage info. А, там типа. Чё нас будет ждать по покрытию. Ну ладно, короче, господа. Понеслась. На самом деле здесь едешь и охреневаешь. Потому что у тебя просто открытый мир. У тебя нет конкретной дороги. Это не как какой-нибудь ралли, там, спецучасток. Ты балишь. Под то, что штурман тебе говорит. Тут нужно реально понимать, куда ты едешь. Иметь хорошую ориентацию в пространстве. И да, без компаса мне это было бы сейчас нереально проехать. Поэтому всё же, наверное, лучше начинать именно с изи. Каточки, так сказать. Pisco Stage 1. Не так-то уж и плохо это всё выглядит. Игра аркадная. Сразу скажу. Физика странная. По крайней мере на той тачке на Тойоте, что я катался. А вот это Peugeot в этом году, по-моему, затащил. О, Жора, ты чё? Как будто спит. Жора, простите. Это был не лёг часом. Так, ну шо, ребяточки. Давай, понеслась. Вид с камерой тоже немножко странно, но... Тут такие, знаете, многие нюансы спорные. Но, насколько я понял... Эту игру... Воу-воу-воу, создают именно фанаты. Так, вон, компас есть. Блин, её таскает, капец. А куй... Бля, пацаны, я вот уже заблудился. Ну ладно, мне, по идее, по компасу... По идее, там всё говорят. Чё, куда? 0,70, чего? Пожалуй, рестарт. Вот вы знаете, реально, это та игра, где я себя откровенно чувствую до... Я и так мистер невнимательность. А тут, знаете ли, вообще ни хера не понятно. Вот смотришь по компасу, он показывает, типа, следующий тебе чекпоинт. Чё он мне сейчас показывал? Я проехал два чекпоинта. Ладно. Тут нужно эту, бляха, книгу читать. Штурмана я же не слушаю, поскольку английский, сами понимаете. Русского нет, английский я так себя понимаю. Хватит трепаться, поехали уже. Я соберу на эту книгу, и опять же, я ни хера не понимаю. О, да, поехали. Передача не включается сама, прикольно. Сколько градусов, сука? Так, там, по идее... Боже, какая она сложноуправляемая. Еду по компасу, ребят. Всё, это бесполезно смотреть на эту книгу. О, бейпоинт, отлично. Здесь, по идее, по километражам должно быть всё ясно. Ну да, 2 километра, 14 градусов. Давай, следующая передача. Мы типа тащим, ну, понятно это всё. Так, 6, 83, 73, 63 градуса. Тихо, держись. Машина как будто на заднем приводе, а не на полном. Очень сложно управляется. Её кидает туда и сюда. Я просто с ней борюсь. Не имею возможности нормально навалить. В принципе, может, на юнок так и должно быть, но капец. Так, тут дейнджер у нас типа, да? Тихо, она широкая. Пипец, тут дачка. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. 200 с чем-то метров вижу. Да давай, ты выруливай. Я пропустил чекпоинт. Следуй на право к капу 78. А на хрена их так чётко проезжают? Мне вот интересно. Я вот ни разу не смотрел Дакар именно на сам автоспорт. Хотя тема интересная. Невозможно ехать на ней. Ёбаный стыд. Да что с тобой машина? Просто газуешь её влево-вправо штырит. Она прямо вообще не едет. Ты как поц, блин, туда-сюда рулишь. Точно сюда, алло. Отлично, отметились. Да ну, блядь, ну это невозможно. Она не едет, нихера. Карьера, эээ... Ебаный, это вашу симуляцию. Что же это за симуляция? Как ты газуешь, у тебя машину просто как как дрифт-корч туда-сюда таскает. Это, наверное, в геймплее. Нахуй, автоматика, трансмиссия, блядь. Тран... Подожди. После трансмиссии. Всё равно я штырит туда-сюда. Она точно полноприводная, алло. Воу, 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 воу. Тихо, тихо, тихо. Блин, да невозможно ехать. Реально вот такая борьба у пилотов с маркадом Дакаром с машиной. Так, я пропустил чекпоинт. Она полноприводная, но она ведёт себя к... Пойми чё. Где, блядь, тут проехать? Забор сносится. Куда они меня водят? Нет, ну реально, да? Почувствуй себя до***вом, про Дакар. В принципе, они говорят, Джора, ты уверен, что ты на среднюю сложность? Давай на лёгкую. Я вот уже заблудился. 600 метров? Куда? Я тут уже ехал. Куда ты меня водишь вообще? А, спасибо. С машиной я явно погорячился. Как мне кажется. Я не знаю, может быть у них плюс-минус свои нюансы. Ну, смотри, просто... Сейчас едет прямо, ну... Просто газуем. А, мы закапываемся. Ёкарный бабай. Нет, она реально заднеприводная. У меня есть очень хорошая идея. New game. Yes. Cars. Mitsubishi. Грёбаный. Pajero. Ты-то у нас... Weight, hate, х**, блин, top speed, 4-wheel drive. Во, трансмиссия. А у этой хрени... 2-wheel drive. А! Машина победит. Реально, на заднем приводе я не ебал. Да я манал. А Pajero, а чё ещё есть? Так, Renault. Полный привод, блин. Все машины, как машины, на полном приводе. Одна Peugeot почему-то. Toyota, кстати, тоже прикольно. Погоня. Мне, кстати, Toyota даже как-то и больше всех нравится. Вот, положа руку на сердце. Полный привод. Я вот на ней гонял. 190 максималочка. Ага, задний привод. Или это класс такой у этих тачек? Я вообще не понимаю. Тоже заднеприводная. Ну, на ней невозможно ехать, по крайней мере, без руля. Просто её туда-сюда штырит. Я манал. Короче, пацаны, я поеду на Toyota. За какой-то малоизвестный для меня экипаж. Французы. Чё, украинцы, что ли? А, нет. Чё, чё это флаг Украины? Выбираем. Руки. Да, continue. Можно даже на мануал simulation. Погнали. По сути, здесь реально, по-моему, не так важно, насколько ты способен быстро ездить. Здесь важна, опять же, ориентация, бляха. И если на среде сложности нет компаса, я хрен знает. Ну, смотрите, пока складывается впечатление, вот ты едешь, ты видишь один чекпоинт и в сторону другой. А на него ехать не надо. Чё это такое? Нахрена там вот эти вот флаги поставили или чё это такое? Хорошо, полный привод. Давайте ещё разок начнём. Надо не забыть включить передачу самому. По солярии там чё как. Отлично. Просто прямо едем. Вот что это там? Чё, пропустил? Теперь сюда. 279 градусов. Да-да-да, вот он чётко показывает градусы. Это жесть. Так, далее чё? 2 км 14 градусов. 14 градусов. Погнали. Да я бы охренел без этого компаса, чтобы так отмечаться. Не ссы, братиш. Она хоть едет нормально, эта тачка. Да она эту Кижоу должна раком ставить. Я не знаю, если они в одном классе. По крайней мере в таких условиях. Далее 63 градуса. И до 6.85 будет 78 градусов. Капец. Нужно чётенько, блин, ехать. Ага, вот тут поближе компас. 20 метров. Есть. 78. Примерно. А её штырит туда-сюда. А там плюс-минус, я не знаю, какие-то маленькие такие себе ворота. Давай третья передача. Не вывозит. Тут есть вид салона, кстати, довольно-таки тоже прикольный. Ой. Чё это ты кто? 9.33. Пропустился. А, пропустил. Отлично. Аскал Девас Врон. Смотрите, блин. Причём нужно до самого, блин, убирать вот эту вот дичь. Слабошат. Тихо-тихо-тихо-тихо. 78. А, 69, блин. Отлично. Чётенько газуем. Смотри, как штырит. Воу-воу-воу, забор! Изи-изи, да, брат, извини. Тихо, ты чё возмущаешься там? Слышишь, такой человек как будто меня сейчас отпиздет. Джора, который сидит там рядом. На 16 и на 172 нужно будет переместить. Тихо-тихо, я пропускаю. А, мы это, немножко подзазряли или чё? О, он ещё кто-то гребёт, смотри. Приколи. Газуем, газуем, отмечаться. Так, 16-й километр, есть. Да? Да. Так, теперь 172. А, нас опережают, погоди. Слышь? Это ж наверняка соперник. На 18, 262. Есть. Нас реально опережают. Хотя у нас всё зелёненькое. Так, 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 так. Отлично, отметились. Блин, вот это дичь. И что, они реально вот так вот ездят, то туда, то сюда? По такому маршруту? Зачем? Почему бы не проехать, не знаю, с пункта, пункт В, по какому-то оптимальному маршруту? Или это он такой оптимальный? Кругами маслай. Так, на 21, 291. Даёшь 291. Даже побольше выходит. Видимо, пропустили или чё. Так, догоняем тут чё-то. Ээээ... Подожди, не 240. Чё, чё? Хорошо. 214. Что это у нас тут волочётся? Проще по компасу ориентироваться, я вам отвечаю. Что там происходит, я не понял. Гонка, пацаны, гонка. Офгал, большая дуна. Кап 257. Главное, не перевернуться сейчас, чё чисто случайно. Тут тачки ломаются, кстати. Их надо чинить, короче, тут... Всё нормально, братиш, не сыхуй. Еээ, мы отметились. Тут ещё он Дэнджер говорит, типа Дэн, Дэнджер. Что такое ВПСЕ, чёртик... Мы двигаемся... Эй! Мы двигаемся от нашего каплина. Когда этот трэш закончится? 30 км проехали уже На 31 надо будет поменять На 292 Я смотрю на километра, что не на дорогу На самом-то деле Это вообще норма? 292 нам туда Че-то я сомневаюсь, что это норма Да какого ж И шо, иди отмечаться тут Шо изи, куда ты меня ведешь, Жора? А, я вон Третий или че? Второй? Короче, просто едем Ни на что не обращаем внимания Смотрим на оглюбанный компас Долго переключают передачи, кстати, машинка Мы шо туда-сюда ездим? Здравствуйте Комплит Почувствуй себя дох*** Реально 5.20, типа первое место А с каким разрывом? Насколько? 5.38 Себастьян лёг Второй На Тим Пежо Ты серьёзно на вот этом Заднеприводном Пежо Так быстро проехал? Как, братан? Он не человек Он какой-то сверхразум Стейдж комплит Ну, короче Я прифигел Так, чё? Реди ту рейс Ну, поехали на следующий этап Что ли? Стейдж 2 Нет, ну так-то круто Но нихера непонятно Я не знаю Прям всё по хардкору Могли бы Чё-то проще сделать Это именно для фанатов Дакара Наверное, это не очень для меня будет, ребят Капец И где руль? Главный вопрос Ого, сколько стейджей Так, гоу 3К Продолжение вверх На главной треке Просто по дороге Надо же сюда ехать, я надеюсь Куда? Чё? Зачем? Почему? Короче, тут что-то протоптали Продолжение вверх На главной треке На левом На левом На левом На левом На главной треке 3К Продолжение в главной треке Это норма? Или не очень? Я хоть туда еду? Тут хребёт как-блэд Где он там-то хребёт непонятно Ну ладно О, 136 градусов На 6,9 Тихо-тих Есть Так Что это тут? А Всё нормально Я уже думал Это объезжать надо Шоу Атеншн Черт, я не вижу дорогу Давай-ка так Поедем, что ли Шестую передачу Тут скоростной Такой участок Седьмой Нету Очень Физика такая Знаете Или непривычная Ну конечно Пережить можно Было бы интересно На руле это заценить Какой-то форсит Дэк нормальный Ну и так далее Что мы лост Я вообще Ни херал У меня никакого Даже компаса нет Мы уже приехали Короче Last waypoint Рестарт Пацаны Пишите в комментах Кто-то в это играет Вы тоже себя До хреба Чувствуете Я ни черта Не в***ю Вообще Я просто не понимаю Извините Я Не понимаю Чего от меня хотят Включи первую Типа километражи летят Просто капец Значит так 3.10 Типа прямо Полтора проехали Полтора км Серьезно? Что так летят Километры? Два Как в этом Можно смотреть Стенограмму Нахуйню И на дорогу И быстро ехать При этом 6.90 136 градусов Он предлагает Это не тут А Понятно Выгребаем дальше Прикольно Проминается Даже Что-то там Это какой-то Блин Ультра Хардкор Даже на легкой Сложке Ты вроде бы Всех еб***ь Но ты понимаешь Что ты ни хера Не в***шь Вообще Что происходит Третья передача 6.90 136 градусов Ну вот 6.90 Есть 136 Еб***ь Градусов Мне уже Ни черта Не помогает И не подсказывает Мне кажется 10.25 Сюда 10.25 Че куда Куда По градусам Ладно Едем по дороге Какой-то На 12 На 12 Что-то тут будет 12.11 Куда нахуй ехать Там даже градусов Нету Все Ребят Я Окончательно Заблудился А Нормально 250 Че 6.3 Мне надо На 253 И туда Градуса Ух Заблудился Стоять Там Показывает Другую Степь Осторожно Мы Забыли Чтобы Взлетим На残 Родбок Не знаю А, 323 градуса Что, Лост? Куда? Да, я уверен 323 Не туда По-моему, это говно забагало И уже даже никакой компас не показывается Вот вижу дорогу На 256, 253 будет 256, вот, и 3 Сука Точно надо сверхразовывать 253 градуса держу Короче, господа Все Я не понимаю, как в это ехать Куда тут ехать Как тут ехать Напишите в комментах Один Я такой Или кто-то Кто Купил ту игру Тоже испытывает такие проблемы Как Вот посмотрите на эту хуйню Стенограмму Вот я понимаю Километраж И углы Почему этот километраж Так быстро Я просто не успеваю Блин, даже уследить За этой стенограммой Километражом Углом И дорогой Это пи*** Это пи*** А с видом А, это мы еще Ой, да я ехал Все, короче Господа На этом у меня все Вот такое вот вышло видео Дальше я Дакар не буду снимать Спасибо Буки Что предоставили Потому что Если бы я купил Я бы сгорел Либо как-нибудь Разберусь без видео Хотя я не понимаю Как тут можно разобраться И потом подсниму Либо херово знает Такое себя Как по мне Ладно, ребятки Всем спасибо за просмотр Надеюсь, вам повезет Здесь больше Удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok